всем привет меня зовут надежда я рада приветствовать вас на своем канале зеленая жизнь хотела показать вам нашу змейку давно не показывала нашу змейку а почему хотела показать ее сегодня потому что у нас случилось ну в общем мы две недели ждали когда случится у нас линька и я вот так вот подошла и вижу вроде как бы что линька произошла сейчас мы с вами вместе откроем и посмотрим так обязательно надо террариум закрывать обязательно потому что маисовые полозы они очень любят убегать да вот посмотрите вот у нас вот у нас кожица да вот такая вот она сейчас соня проверит ее проверит полностью возьмет своего любимого питомца посмотрите вот и до правильно ли он пролинял но мы должны проверить можешь подожди сейчас у меня вот здесь пинцетик давайте вам прям покажу смотрите мне не особо конечно приятненько все это брать смотрите знаете какая прелесть то есть вот у нас хвостик вот у нас вот у нас видите очки глазки все у нее сошло все сошло как надо две недели он был у нас беленькие глазки у него были голубенькие мы его естественно не кормили он абсолютно голодный он прям голодный приголодный вот мы поддерживали влажность вот здесь вот у нас гигрометр и здесь вот 80 процентов ну мы поддерживали соня поддерживала до 90 даже то есть у нас здесь стоит маленький распылитель таким маленьким распылителем она просто брала я опрыскивала все это дело у него здесь кокосик он спит в кокосике сейчас так что это ждет нас сейчас он полинял сейчас он весь красивый скорее всего обалденный прям весь из себя сейчас они его достанет посмотрит а я уберу него тут в кокосики хотя запаха я вам честно скажу абсолютно никакого нет вообще кокос это великолепный такой субстрат который забирает в себя абсолютно полностью все хотя откуда здесь чего убирать если змея не кушала две недели тут ничего абсолютно у нее нет вот нам каждый раз так жалко его приподнимет пожалуйста кокосик я посмотрю чем-то его снимем упу ну ты тихонько он представляете прикол лежал лежал вообще под этим под низкой пацаны с вас водичкой смете какой он красивый такой грозе будет ему малыш ты застышь девушь ты ждешь покушать но извини сегодня покушать не будет потому что мышку мы пока не размораживали хотя с вами смотри время нет рим уже поздно часа за два в принципе мышка может разморозиться можем поздно ночью уже в принципе покормить если хочешь еще достану будем размораживать ну хозяйка твоя сказала что она будет ждать и будет тебя кормить сегодня поэтому я пошла размораживать мышку ну все отлично вот вот такая у нас красивая шкурка это у нас вторая шкурка от кокосовых чипсов вот видите какая прикольная прям вообще прикольно красивая красивая так что вот нет знаете вот такой вот штучки ольги кончика конечно не увидишь конечно же нет потому что они снимают и кушают то есть ты приходишь а он абсолютно новенький чистенький но наш масенька еще не полинял морда еще зеленая такая же смешная как только он полиняет я сразу же увижу а так даже не поймешь полинял гикончик или нет вот то лежит а качели жест и ты хоть маленько пошевелись то хоть чуть-чуть the пошевелись крышет лежит никуда вообще давай давай маленько пошевелись давай чуть-чуть смотри какой то красивый ты такой красивый вот он вот он какой красивый дал кушать хочет маленький куш и скажи идея уже иHave скажи за мышкой быстро-быстро да 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 вроде бы хорошо прям вообще вот и да не молодец конечно молодец линяет он чулком прям проблем нет никакого никаких проблем да ты куда куда собрался никуда не пойдешь сейчас мы тебя закроем сын давай хватает своего молодца ну все мы продолжаем видео наших питомцев вот на нашу мою красивую планечко да тут же знаете чего не стал пили здесь черночка черночка скажи знаете чем от толпились у нас есть новый питомец посмотрите почему-то мне вот эти растения на стоят на теплом полу зачем тут мне на полу теплый пол коврик а потому что у нас новый и кончик посмотрите довольно таки высокий контейнер я взяла в этот раз большой тут видите отверстие вот с этой стороны отверстия где стоит именно теплый пол теплый пол у нас то есть на подложке теплый пол здесь сам по себе где-то вот до этого расстояние тоже кикерометр температура показывает 32 градуса тепла с этой стороны у нас холодная зона здесь выходе холодная зона отверстие делаем с этой стороны геккончиков пока они маленькие и пока мы точно не знаем по содержать вместе нельзя вместе можно задержать их только если это самочки и если самочки одного размера боню очень любит здесь бывать она вместе со мной кормит новые геккончику да думаю девочку очень любит за ним наблюдать потому что тут все прозрачно мы прям до смеха представляете как она за ним тут шарашится туда-сюда рассказываю что мы видим здесь у нас в контейнере и так ну как видите это наш кокосик да это у нас поилочка с водой и это у нас тоже поилочка с водой видите вот она это влажная камера такая вот внутри я положила здесь тряпочку и слежу за тем чтобы тряпочка всегда была влажная а также то есть он кокосик в кокосике он очень часто сидит подстилка у нас сейчас конечно же это ты нашла ты нашла дракошу подстилка пока конечно же бумажные салфеточки мне так удобнее потому что я еще не знаю геккончик еще не определился где у него туалет да ты нашла ты нашла дракошу ну давай посмотрим а здесь я поставила то есть у меня вот как были пробковое дерево разрезанное так я поставила то есть это еще определенное укрытие и он по нему умеет ползать вот он скажи привет это я он очень любит ползать по этим поэтому пробковому дереву вот так он выглядит наш малыш сейчас секундочку вот он маленький маленький дракоша не очень его любит очень очень боня прям в отличие от масяньки масянька всегда где-то сверху было она сильно с ним не знакомилась ну а дракоша она конечно в восторге сейчас я постараюсь его так вот открыть чтобы он вышел на более светлое место дракоша иди на светлое место вот как видите морфа у него абсолютно другая мальчика и девочка ему пока не знаем нам всего полтора месяца кушает очень хорошо то есть все замечательно очень подвижный очень подвижный до тобой очень подвижный вот такой у нас новый питомец дракошечка дракоша абсолютно не боится меня бегает у меня по ручкам то есть я беру его на руки мы с ним общаемся каждый день кормим сейчас мы конечно же его каждый день не как масянька это масянька у нас кушает раз в два-три дня дракоша так как он маленький его нужно кормить конечно же каждый день вот такой малыш еще совсем маленький в дальнейшем дальнейшем планы такие что террариум который находится сейчас у масяньки мы отдадим нашему сяу полозу сделаем маленько переоборудуем его сделаем то ему корягу вот он будет жить в нем смотрите она от него вообще не отходит она утром приходит и наблюдает за ним как он тут бегает и вечером тоже когда кормежка на общение пропускает она прям вот прям сидит и смотрит на дракошу на мою девочку да 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 дракошечка там там маленькие дракошки да вообще может быть там не знаю может через годик или как там получится потому что мои своего полозу террариум большой сейчас еще противопоказан потому что он еще маленький но где-то через год а если все будет нормально то мы вот террариум который у масяньки отдадим полозу на то место где стоит террариум у нас на данный момент мы сделаем просто двойной террариум то есть там будет между ними стеклянная перегородка чтобы в избежание того чтобы не было никаких скандалов драка и истерик потому что если сами по себе дерутся гикончики конечно это очень травматично они могут и себе и хвостики пооткусывать и лапки не дай бог конечно так что двойной террариум без всяких там камер без всего просто как бы стеклянная коробка разделенная уши внутрь как говорится я уже сама там оформлю все сделаю красиво конечно же никакого муха потому что еще одного зеленого декона я не хочу так что вот такие дела такой у нас новый питомец да дракоши 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 вот такой да да сейчас поздний вечер уже одиннадцатый час ночи вечером одиннадцатый час вечером сейчас них самый такой знаете вот они вообще любят они всю они всю ночь шуркаются чего-то ползают лазит с таким удовольствием это вообще что-то с чем-то вот но спать не мешают честно вам скажу я не слышу если кто-то говорит что вот в спальне гиконов держать и вот они там хвостиками там что-то шебуршат шебуршат да не знаю я ничего не слышу вот как то так ей вот он так хорошенький так что прошу любить и жаловать наш новый питомец дракоша смотрите в лесу закрытие ты как туда залез то малыш ты совсем далеко уже у нас не малыш не ну мордочка конечно уже не такая страшно зеленая как была видите как они они очень любят это пробковое дерево очень-очень поэтому залез там с этой стороны где они вот эти наложено пробковое дерево там него тоже видите теплый коврик и он там очень любит шарашится спать лежать очень очень все это дело любит белый такой налет это кальций рассыпанки это мы кушали вчера упорно у нас новая фишка я вам потом ее покажу при кормлении если бы вы только видели то есть сейчас сейчас при кормлении прикол такой то есть когда масяня видит слышишь что я разговариваю ползает когда масяня видит объект питания то есть покушать перед тем как кинуться на пищу он вот этим своим шикарным красивым бархатным хвостиком он им как трещоткой представляете бьет то есть он бьет тык-тык-тык и прыгает тык-тык-тык и прыгает ну это просто невообразимо я я такой кайф получаю когда у нас идет кормежка вы себе не представляете это просто надо видеть я обязательно потом сниму потому что ну он кушает не каждый день сегодня у него перерыв он вчера очень плотно покушал он вчера съел 4 толстых сверчка и 2 зоофоба в общем он прям вчера прям кушал пока не налопался пока не отвернулся и не сказал я не хочу вот тогда после этого я уже остановилась и не стала его больше кормить вот так что вот сейчас вот он всю ночь будет ходить по этому террариуму ходить ходить забираться везде и всюду то есть сам по себе террариум да то есть размер такой 30 на 30 и длина у нас 60 то есть вот такая вот сверху у нас сделана подсветка это обычные обычная светодиодная лампа но само по себе освещение деконом не нужно то есть освещение здесь только лишь ну для нас чтобы смотреть на это красивый фон и то я целый день на работе утром я не включаю включаю только вечером чтобы полюбоваться кормить вот ну естественно на ночь я тоже выключаю свет как таковой вот ну и все вот эту красоту мы потом отдадим моисовую полозу скорее всего откроем все вот эти вот вот видите там где мох сделан да я закрыла это я все конечно же открою потому что моисовый полоз к тому времени туда в принципе физически не сможет залезть да даже если и залезет как залезет так и вылезет если захочет покушать вот это как говорится с геккончиками я никак не могла то есть не достать ничего не пообщаться с моим малышом вот он он маленький сфокусируйся вот ну красавчик ну красавчик ну вот как-то так вроде бы все рассказала буду стараться почаще показывать конечно своих питомцев своих как лица рептилий потому что подписчики спрашивают вопросы задают поэтому конечно же буду почаще показывать моих малышей как они себя чувствуют ну вот а я благодарю вас за то что вы меня смотрели до новых встреч и пока пока